В ходе последних бесед по теме армяно-азербайджанского конфликта, которые обострились в связи с сумгаидскими, ходжалинскими событиями, то есть к юбилею вот этих событий, я встретил здесь очень такие потрясающие заявления некоторых армянских участников наших дебат. Значит, вот к примеру, вот представляю некоего Александра Гуляна, который говорит, я просто хочу сказать всем азербайджанцам, мы армяне никогда в истории не заходили в ваши села с намерением кого-то полностью истребить, и вот самая интересная часть вот его, значит, написанного им, это вот посмотрите, нигде не было уничтожения населения, всегда давались коридоры для мирного населения. Значит, оказывается, мы должны сказать вот армянским боевикам, которые создавали вот эти вот коридоры для ухода мирного населения, очень большое спасибо, вот благодарим вас за то, что вы нас не убили, а вот нас просто вот выпроводили отсюда. Значит, оказывается, бедные сельчане занимаются своей картошкой, высевают скот, пасут в своих местах, ну, худо-бедно зарабатывают себе на жизнь, и вдруг приходят люди и говорят им, что вы знаете что, вы нам скажите спасибо, мы вас не убиваем, а вот пожалуйста, идите по этой дороге и валите отсюда, и больше сюда и не возвращайтесь. Вот за это, значит, конечно же, надо сказать спасибо, ну, значит, ну, может быть, даже они еще и пригнали туда оркестр там, чтобы там с музыкой, там с цветами, чтобы еще проводили, значит, вот этих вот людей из своих домов. Вот, вот, очень странная логика, и она не единственная. Вот другой вот тоже вот пример вот такой же, вот почти то же самое говорит какой-то здесь вот Арнан, например, ну, вот, смотрите, значит, я сам лично был очевидцем, как из Армении провожали, а не выгоняли азербайджанцев. Значит, провожали, ну, опять же, вот очень большое спасибо, значит, создали, значит, все условия для того, чтобы выживать этих азербайджанцев из своих домов. Это была государственная политика. Конечно, если со всех сторон сталкиваешься с дискриминацией, а что же остается делать человеку, как не уехать? И вот это он выставляет как акт милосердия, вот, по сравнению с азербайджанцем. Вот, оказывается, были очень вот милосердными, значит, людьми, значит, вот эти политики армяне, которые, или там, националисты армяне, которые вот учинили вот такие репрессии в отношении своего населения, другой национальности. Вот, ну, и еще хочу сказать, что там же ведь не только азербайджанцев выселяли, но и курдов выселяли, и там и представители других национальностей, точно так же. Всех там выселяли подряд, и даже акцентировали там, в основном, вот, внимание даже на мусульманах. Ну, там остались немножко там курды, но, опять-таки, подчеркиваю, эти курды-гезиды немусульманского вероисповедания. То есть, направление удара было против мусульман, фактически. Вот. И, значит, ну, и дальше здесь вот он, опять же, здесь говорит, там не было ни единого случая там нападения армян, там, и так далее. Покажите хоть одного, и так далее. Это общие, в общем, демагогические здесь как раз-таки фразы. Ну, и перекладывание вот на азербайджанскую сторону, что из-за Баку и Сумгайта была пролита первая кровь, в связи с чем и начался конфликт. Ну, абсолютно нелогичное утверждение, потому что депортация населения, она ведь тоже является уголовным преступлением, таким же, как и геноцид. Вот. Да и даже я бы сказал, что депортация является частью геноцида, потому что, когда осуществляется геноцид, параллельно с ним идет и депортация. Поэтому нет никакой, в принципе, особой разницы между этими двумя понятиями. И вот, пожалуйста, вот определение депортации. Депортация или выдворение, принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую местность, обычно под конвоем. Вот. Теперь посмотрим, значит, ответственность за депортацию гражданского населения. Вот здесь ясно вот говорится, что в соответствии с протоколом Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, никто не может быть депортирован с территории государства, гражданином которого он является. Никакому гражданину не может быть запрещен въезд на территорию своего государства. Согласно статье 7 римского статута Международного уголовного суда от 17 июля 1998 года депортация или насильственное перевещение населения относится к числу преступлений против человечества и влекут международную уголовную ответственность. Так что вот всем тем участникам армянских, участникам споров, которые проводились на моей странице, значит, армянским участникам, вот как раз я адресую вот этот вот момент, что все, что вы считаете, значит, как бы чуть ли не актом милосердия по отношению к азербайджанскому населению, на самом деле, вот посмотрите, вот подчеркиваю, это влечет международную ответственность и является преступлением против человечества. Господа, ваши политики, ваши боевики и так далее совершали, значит, преступление против человечества и за это спасибо вам сказать, мы не собираемся, разумеется. Вот, ну и дальше мы пойдем на, вот здесь есть такая вот, я встретил случайно, вот такой вот краткий курс лекции по дисциплине международное уголовное право. Этот параграф называется депортация или насильственное перемещение населения и включает в себя следующие элементы. Вот давайте вот кликнем вот на эту ссылку. Вот тут вот депортация или насильственное перемещение населения включает в себя следующие элементы. Вот здесь идет перечисление. Первое, второе, третье. И вот здесь нас интересует вот этот момент. Насильственные действия не ограничиваются применением физической силы и могут включать в себя угрозу силой или принуждений, вызванное, например, страхом или насилием, грубым принуждением, задержанием, психологическим давлением или злоупотреблением власти по отношению к такому лицу или лицам или другому лицу, либо использованием обстановки, характеризующейся принуждением. И вот что из этой фразы мы получаем, что люди, которые насильственно выселяли, это не обязательно применить именно насилие, приставить автомат к человеку и сказать, убирайся отсюда, как это было в карабахских азербайджанских селениях. К этим действиям относятся и действия правительств, государств, каких-то группировок, организаций, которые создают такие условия, что проживание данного лица на этой территории становится невозможным. Вот именно вот эти вот вещи были сделаны в Армении, значит, еще задолго до сумгаидских и, значит, бакинских событий. Обычно армяне, армянские националисты валят вот все вот на Баку и сумгаид, а на самом деле все же ведь начиналось не с Баку и сумгаид, а все начиналось еще с Армении, еще задолго до этих событий. И вот там же уже были, значит, сделаны попытки выселения азербайджанского населения еще там в 1987-88 годах до сумгаидских событий. Собственно, сумгаидские и бакинские события произошли именно вот поэтому. Значит, просто выселяли этих людей и озлобленные люди приехали в Баку и сумгаид и учинили здесь погромы. К сожалению, советские власти в то время не смогли пресечь, значит, эти события, и это все вылилось в войну. Но основа, значит, была в том, что именно людей вот выселяли, азербайджанцев выселяли из Армении до Баку и сумгаида. И вот об этом вот говорит, значит, BBC, это, в общем-то, не азербайджанский ресурс. Никто не может обвинить, значит, BBC в том, что оно поддалось азербайджанской провокации. И здесь вот объективно выложена вот хронология конфликта. Вот Карабах, хронология конфликта. И вот здесь вот написано, вот как армяне начинают. Вот первый же акт, армяне начинают петицию, значит, с подписи в Москву, потом демонстрация в Ереване. Там вот Гейдар Али выводят из состава политбюро. И ноябрь, наконец, обратите внимание, нападение на азербайджанцев в Кафанском районе Армении. Это еще не до Сумгаида и Баку все происходит, нападение уже. И далее уже, это было в 87-м году. И вот в 88-м году азербайджанцы уже изгнаны из Кафанского района Армении. Вот. И вот как раз, значит, и наидальше здесь все это вот проводится. И только вот 27-го, 29-го февраля, значит, после Кафанских событий, армянские погромы в Сумгаите. То есть, первые вот стычки были совершены со стороны армянской стороны. И вот, видите, вот здесь 22-го февраля, опять же, до Сумгаида, вот двух азербайджанцев убили в стычке в Аскеране. И так далее. В общем, вот эти вот все вот события, таким образом, вот все это вот говорит о том, что азербайджанское население просто выживалось со своих мест, насиженных мест. И вот это вот и привело к конфликту. И поэтому вот сейчас вот говорить азербайджанцам, что они должны говорить спасибо, оказывается, за то, что их просто мирно выселяли, это, конечно, абсурдно. Ну, во-первых, само выселение, как я ранее сказал, является преступлением, депортация является преступлением против человечности, является непосредственной частью геноцида. Вот. Но, с другой стороны, на самом-то деле была не только депортация, но и физическое насилие. Вот были убийства там и нападения и так далее. Все это, конечно, случалось. Поэтому не нужно уходить от ответственности. Ответственность армянской стороны в этих событиях несомненная, что и, в общем-то, доказывается вот всеми теми данными, которые я тут представил.